Дорогие друзья, вновь приветствую вас в очередном выпуске программы ProLife и в очередной раз героиня моей программы Мария Епифанова. И не одна. Да? Да. Нас сегодня будет двое. Да, вас сегодня будет двое. Знаешь, Маша, так хочется спросить, сколько у тебя детей? Очень много, Юля. Уже много? Да, уже много. Мы, по-моему, с тобой год назад чуть больше виделись. И с тех пор у нас очень значительно расширился наш состав. И сейчас, вот на данный момент у нас занимается около 80 детей. Но это без основного состава, поэтому продвижение есть. Сразу напрашивается вопрос. Это тяжело, это трудная работа такая у тебя? Может быть, кому-то она покажется очень легкая, когда выкладываешь в соцсети результаты работы или сам процесс. Возможно, кому-то кажется, что это легко. Ну, что здесь, да? Провел занятия, организовал фотосессию. На самом деле, это очень тяжелый труд. Но я хочу сказать большое спасибо родителям, в первую очередь детей. Благодаря им этот труд не такой уж и на самом деле тяжелый. Потому что родители идут на контакт, родители слушают, родители внимают всем нашим просьбам, пожеланиям, предложениям. Поэтому я очень люблю свою работу. У вас такая слаженная работа получается. Слушайте, у меня впервые такое, чтобы у нас самая маленькая модель модельного агентства «Люкс». Да? Я поняла, я молчу. Ничего, мы скоро вырастим, будем себя вести, научимся вести себя правильно перед камерой. Ага. Маша, получается, год назад другой немножечко профиль был, да? Это взрослые модели. А с тех пор, как ты стала мамой, ты перешла на детей. Правильно? Вот, наверное, да. Все-таки это взаимосвязано. И, безусловно, у нас сейчас деток, конечно, больше, чем взрослых моделей. И у меня немножко отношение поменялось в плане того, что легче воспитать модель, которая приходит к тебе, например, ей 7, 8, 10 лет, и работать на протяжении нескольких лет с ней. И в 18 лет она уже будет... Продолжай. В 18 лет она уже будет настоящим профессионалом. Нежели когда к тебе приходит девочка, которая уже 18-19 лет, и ты начинаешь ломать уже какие-то ее стереотипы, понятия. Поэтому у меня сейчас немножко другой подход, и именно на детях я делаю свою акцию. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok которым 5 лет, это же так же тяжело, ну, маленький ребенок, в конце концов, да, что-то тяжело объяснить, или ты уже как рыба в воде в этом во всем? Я думаю, что я уже как рыба в воде в этом во всем, потому что я не вижу таких сложностей, да, с 5-летним намного сложнее, чем с 15-летним, но все-таки, когда регулярно ребенок посещает занятия и внимательно тебя слушает, результат налицо, и я думаю, что сегодня зрители в ваших видеоотчетах увидят, как 5-летние дети могут работать на подиуме. Они работают на камеру лучше, чем я. Я что хочу сказать, наблюдая, опять же, житель нашего города, зная тебя лично, и наслышанные о модельном агентстве «Люкс», они, естественно, наблюдают и на телеэкранах, и где-то на страничках Инстаграма или ВКонтакте твои фотоотчеты, видеоотчеты о проделанной работе. Это большой труд, это большая работа. Вы ездите, вы снимаете, вот расскажи об этом, пожалуйста. Помимо основного обучения, у нас еще постоянно проходят какие-то мероприятия, и очень плотно мы работаем с Москвой. Москва насыщена этим направлением, и фэшн-индустрия развита, конечно, намного сильнее, чем у нас в Орле. Поэтому мы даем возможность деткам применить те знания, которые они получают в нашем агентстве, непосредственно на практике. И на тех мероприятиях, которые являются в Москве, на хорошем счету, будем так говорить. Помимо каких-то выступлений, фотосъемок, мы отправляем детей и на всероссийские конкурсы красоты. Там они получают опыт работы перед зрителями, непосредственно опыт работы на подиуме или сцене. Все зависит от того, где проходит это мероприятие. И, безусловно, мы затрагиваем непосредственно те мероприятия, которые создаются именно для моделей. Я правильно думаю, что Милана уже впитывает с тобой на работе все эти вещи, да? Да, стараюсь ее потихонечку привлекать к этому красивому делу. Несмотря на все, все-таки это красивое дело, я в этом убеждена. Поэтому очень часто она бывает со мной и в поездках, и, естественно, здесь, во время занятий. Ну, почему бы нет, все-таки девочка. Надеюсь, на все получится. Маша, а мальчики, я видела одного сегодня мальчика. Мальчиков много в агентстве? Нет, мальчиков немного, но они есть. Девочек, конечно, у нас побольше. Здравствуйте, меня зовут Валерия Романова, мне 8 лет. Я занимаюсь в модельном агентстве Lux Models. Мне очень нравится, чем я занимаюсь. Этой осенью я участвую в двух конкурсах красоты российских. На первом конкурсе я получила титул «Четвертая вице-юная топ-модель России». А на втором конкурсе я получила два титула «Места зрительских симпатий» и «Лучшая модель Геомедия». Поздравляю всех с Новым годом! Желаю удачи! Настя, скажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься в модельном агентстве Lux? Я занимаюсь почти уже два года. Первый год прошел, уже второй идет. А ты? Я совсем недавно, почти месяц, или, честно, не знаю. И все еще впереди? Да. Настя, что больше всего тебе нравится? Чем вы занимаетесь в модельном агентстве? Мне нравится фотопозирование, этикет. Когда у нас съемки есть, много интересного очень. Тоже все красивое такое. Мне все нравится. Я смотрю, ты уже такая, как профессионал, и сидишь прям ровненько, красиво, и говоришь прям красиво. То есть больше что тебе нравится? Фотографироваться? Да. А тебе, Настюша? Мне тоже нравятся фотосессии. Кто-нибудь из вас уже мечтает стать мисс Россия, например? Да, я хочу, я хочу поехать куда-нибудь, но если Мария предложит нам, ну она всегда кому-нибудь все предлагает. Она для нас как мама. Она все за нами ухаживает, она какие-то платья или какие-нибудь фотосессии. Я хочу, чтобы я получила какую-нибудь ленточку и корону. Маш, как давно ты занимаешься? Пять лет. Это сколько тебе лет было, когда ты первый раз пришла? Пять. Тебе уже десять? Да. И скажи, каких-нибудь успехов ты уже добилась? Да, два гран-при. Да ты что? А куда-нибудь ездила? Там в Москву или еще куда-нибудь от модельного агентства? В Белгород. Тебе нравится то, чем ты занимаешься? Очень. Хочу обратить внимание, что это вот на данный момент маленькая участница Лиза, которой пять лет. Правильно, Лиза? Нравится тебе ходить заниматься в модельном агентстве «Люкс»? Да. А что тебе больше всего нравится? Модель. Как ты ходишь красиво и фотографируют тебя? Ну, иногда да. А ну-ка, спозирю, как будто я тебя фотографирую. Ну-ка, сидя как-нибудь красиво, сядь как-нибудь. Вот так вот. Какая красота. Давай, я скажу 3-4, а ты в микрофон скажешь. С наступающим всех Новым Годом. 3-4. С наступающим Новым Годом. Я спешу заметить, что в модельном агентстве «Люкс» просто одни Настя и... Лиза. И Лиза. А еще кто-нибудь есть? Ну, много. Лиза, как давно ты уже занимаешься в модельном агентстве «Люкс»? Ну, с августа месяца. А почему ты решила прийти и заниматься в модельном агентстве? Мне очень понравилось. Я много смотрела по телевизору всяких разных каналов, связанных с моделями, как они ходят. Мне очень понравилось. Я захотела попробовать. Между прочим, девочки рассказали мне по секрету, что Мария Юрьевна им как мама. Как приятный. Да. И получается, ты воспитатель. Ты что делаешь? Ты учишь ходить, ты учишь позировать, ты учишь тому, чего я не умею. Получается, что да. Ну, в своем роде, да, воспитатель, безусловно. Потому что у нас помимо дефиле, допустим, есть такие направления, как этикет. У нас дети получают знания, как правильно себя вести за столом, какие использовать приборы по назначению, как вести себя правильно в театре. То есть, вот одной походкой и осанкой мы не занимаемся. Мы стараемся воспитать не только какие-то внешние данные, но и внутренние. По поводу этикета и актерского мастерства. Ты один педагог или у тебя... Нет. У нас специалисты, которые ведут эти направления. Например, актерское мастерство у нас ведет Бурлакова Екатерина. Она актриса театра и кино. Занятие по этикету у нас ведет заслуженный учитель Семенова Татьяна Владимировна. Она специалист в этом направлении. И поэтому мне не страшно детей отдавать таким людям на занятия. И занятия проходят у нас здесь. То есть, педагоги сюда приходят, и здесь у нас проходят занятия. Вот под этим двум направлениям. Так, а здесь у нас что за процесс будет происходить? Одним из направлений нашей деятельности является фотопозирование. И достаточно часто мы проводим уроки, где дети учатся эмоционально правильно себя вести перед камерой. Ух ты! Да, то есть, это такие понятия, как грусть, печаль, удивление, задумчивость. Это очень важно, когда работаешь с фотографом. Слушайте, я этого не умею даже. Ни на камеру, ни на фотокамеру. Ну, я предлагаю нашим моделям сейчас продемонстрировать, как это вообще происходит. Да, давайте. Они как раз нам покажут, чему они у нас научились. Давайте. Итак, значит, стали ровненько, красиво. Смотрим перед собой. Давайте покажем такую эмоцию. Я думаю, она будет для всех интересна. Радость. Сейчас именно вот конкретно ты занимаешься детьми, точнее дети занимаются в модельном агентстве «Люкс». От скольки и до скольки лет? От четырех. И, ну, самая старшая модель, которой сейчас у нас занимается, вот 22 лет. А, все-таки есть взрослые. Да, конечно, взрослые. У нас три возрастные группы сейчас. Это малыши от четырех до семи лет, средняя группа от восьми до тринадцати, и старшая группа от четырнадцати до двадцати пяти. Посмотрела я воочию, как ты работаешь с детьми, как ты с ними общаешься, как ты им объясняешь и так далее. Я горжусь тобой, честное слово. Год назад было так, а в этом году проделана, через год проделана другая работа, большая. Он на нашей героине, главное, ходит. Мне хотелось бы вот на фоне нашей героини, чтобы ты поздравила наших зрителей первообластного канала, а также всех родителей, которые доверяют тебе, своих красивых детей. С наступающим Новым годом! Пускай для вас Новый год будет по-настоящему новым. Крепкого здоровья, исполнения всех желаний. И также я хотела бы поздравить своих любимых родителей, которые, как Юля сказала, доверяют своих детей. Я желаю вам терпения, здоровья. До новых встреч в новом 2018 году! Субтитры подогнал «Симон»!